На консультацию в налоговые органы люди приходят с разными вопросами. В число популярных входят и такие. Достаточно продолжительное время человек работал. На руки получал одну сумму, а официально по документам другую, намного меньше. И вот когда пришла пора отправляться на пенсию или в декретный отпуск, начисления получились небольшими. Такой безответственный сценарий оставляет гражданина без соцгарантии поддержки с его же ведома. В налоговые инспекции периодически поступают обращения работников частного сектора экономики, связанные с неполным расчетом или невыплатой заработной платы по причине отсутствия документального оформления трудовых отношений с нанимателем. Такая информация внимательно изучается, анализируется. Каждому факту дается объективная оценка. Соглашаясь на неофициальную зарплату, человек должен осознавать, что в будущем при назначении пенсии ее размер будет зависеть от той заработной платы, за которую он расписывался в ведомости, из которой уплачивались страховые взносы. Поиск прибыльного дела сегодня – задача номер один для каждого из нас. Какую специальность выбрать, в каком направлении трудиться – это мы определяем самостоятельно. Вопрос в другом. Важно, чтобы все договорные отношения были оформлены официально и согласно законодательству. Это касается и суммы дохода, из которой идут необходимые отчисления. У работника, получающего от нанимателя зарплату в конверте, отсутствует официальное сведение о фактически полученной заработной плате, что ставит под вопрос, например, получения кредита на строительство, на покупку квартиры и иные моменты. В случае болезни будет произведена выплата по больничному листу только из расчета легальной заработной платы. При уходе в декретный отпуск пособие по беременности и родам будет исчислено из официального среднемесячного заработка. Отсутствует также гарантия на положенную по закону пенсию. Налоговые органы в пределах своей компетенции проводят работу, направленную на пресечение схем сокрытия выручки, занижение налогооблагаемой базы по подоходному налогу и обязательным взносом в фонд социальной защиты. За уклонение от уплаты виновные лица привлекаются к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. И здесь важно понимать, а стоит ли такая игра свеч.